Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Фокуси» И сегодня с вами мы! Нам так понравилось сидеть за столом, вместе собираться и обсуждать какие-то интересные моменты из жизни. И мы решили продолжить эту традицию. Ребят, кто как из вас встретил этот год? Круто! Очень круто! Мы посидели с моими друзьями. Ну, естественно, я сначала праздновал Новый год со своей семьей, со своими родственниками. Мы очень душевно посидели, обсудили все события в 2022 году. Подвели итог. Дождались боя курантов. Подняли бокалы, как раз таки. И после этого я уже пошел поздравлять своих лучших друзей с Новым годом. И многие из них сейчас работают здесь, в нашей команде в «Фокусе». Ребята, спасибо вам! Спасибо вам, друзья! Вот. Поэтому было очень атмосферно, было очень сначала душевно, а потом весело. Кто еще готов поделиться историями о том, как встретили Новый год? Прекрасно! Сторож с твоей Мишей. Семья, друзья. В этом году как родители прятали подарки? Так же, как и в том? Да, знаете, но мы еще не придумали, как обычно все. Традиция! Традиция, которую нельзя нарушать. А я этот Новый год встретила необычно. Мои родители переехали в Красноярск и в Новый год, точнее, накануне Нового года я приехала в Красноярск. Во-первых, я встретила Новый год не в обычном для себя часовом поясе, то есть это было на 4 часа раньше, чем в Москве. Это было весело, здорово, Красноярск, потрясающий, красивый город. Там действительно есть куда пойти, на что посмотреть. Сначала мы по обыкновению встретили Новый год дома, под бой курантов. После мы пошли гулять по Красноярску, кататься на коньках. Это было ну, волшебно. И... Что-то по-новому. Что-то по-новому и что-то... И что-то на 4 часа раньше. И что-то путешествуя, как в умней. И как он, Новый год, на 4 часа пораньше? Ну, привыкать к часовому поясу, конечно, сложно, но в целом, наверное, главное не то, когда ты его встречаешь, а то с кем ты, в какой компании ты его встречаешь, а когда Новый год в кругу семьи, в каком часовом поясе, где... Это не имеет значения. Вообще, сам по себе праздник, Новый год, он такой семейный. Да? И наша такая большая творческая семья, это тоже семья. И мы тоже с вами вместе встречали Новый год в предыдущем выпуске. Друзья, а сейчас внимание на экран. В эфире новая рубрика «Факты по факту». Здравствуйте! Это рубрика «Факты по факту». И сегодня с вами я, Константин Чернов, и мы обсудим несколько фактов о празднике Новый год в нашей стране. Скорее всего, некоторые из вас подумали о елке, мандаринах, горках и, конечно же, о старых новогодних фильмах. Раньше Новый год праздновали 1 сентября, но 20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе на новое летоисчисление и переносе праздника на 1 января. И по сей день мы празднуем в эти даты. Но какой Новый год без всеми любимого салата Оливье? Вы когда-нибудь задумывались об истории его происхождения? Лусьен Оливье открыл свой ресторан в центре Москвы и назвал также свой салат в честь своей фамилии. Раньше салат включал в себя только дорогие продукты, но в 70-е годы их заменили на более простые. Например, рябчиков и телячий язык стали заменять на курицу, а черную икру и каперса стали заменять на зеленый горошек. Вместо зеленых листьев салата и ракообразных шеек начали добавлять отварной картофель и морковь. Именно с этого момента салат стал популярным и его теперь можно увидеть на каждом новогоднем столе. Самые главные часы нашей страны это, конечно же, куранты, которые расположены над Спасской башней Кремля. Это четыре циферблата с позолоченными цифрами, которые смотрят на разные стороны света. Раньше стрелки в движение приводили люди, а сейчас механизм, который занимает целых три этажа. Кстати, ровно 310 лет назад был единственный в истории случай в нашей стране, когда куранты играли иностранную мелодию. Самый нами любимый с детства символ Нового года это Дед Мороз. История появления Деда Мороза уходит в далекое прошлое, когда славяне верили, что по лесам бродят кикиморы, лешие русалки, люди обыстрляли другой дух Мороз. Дух Мороза считали злым, и поэтому его задабривали, ведь он совсем не дарил подарков. То овес поморозит, то путника неудачливого насмерть. Его представляли как страшного сгорбленного старика, который убивал всех и вся на своем пути. Только в советское время Дед Мороз и Снегурочка стали похожи на тех, кого мы сейчас и представляем. Их ставили под новогоднюю ель и говорили детям, что именно они приносили нам подарки. Елочные игрушки стали носить советский отпечаток именно во время СССР. Например, Вифлеемскую звезду стали менять на Кремлевскую звезду. А на елках стали появляться пионеры, зверушки и самолетики. В 80-е годы люди стали увлекаться гороскопами. Это отразилось на новогодних игрушках. Шары стали символами Нового Года и которые остаются модными и сейчас. Дорогие друзья, я искренне вас поздравляю с Новым Годом! Желаю вам счастья, здоровья и любви! С вами был я, Константин Чернов, и это была рубрика факты по факту. Друзья, мы продолжаем вспоминать, кто как встретил Новый Год. Вот я, например, в этом году впервые мне был Новый Год необычный. Всегда это какой-то праздник семьёй, как вы говорили, в кругу семьи, все говорят друг другу приятные слова, подарят подарки. В этом году я был виновником торжества, я был Дедом Морозом, и мне получилось так, что я очень хотел попасть, вот именно встретить Новый Год с семьёй, и мне было обаянно, что этот Новый Год встречу в дороге. что было? Мы поздравляли деток с Новым Годом, дарили счастье, веселье, праздничное настроение, сказку, и получилось так, что чуть-чуть по времени что-то пошло не так. Хотя всё было очень спланировано, и я понимаю, что вот уже последнее у нас выступление, надо бежать судорожно, а что такое костюм Деда Мороза? Костюм Деда Мороза, это борода, парик, это ого-го, сколько всего. В итоге я влетел домой за 5 минут до начала Нового Года, до боя курантов, и встретил этот год, сняв шапку, сняв парик, сняв бороду, и в костюме Деда Мороза. Я не знаю, наверное, я теперь с этого костюма целый год не вылезу. А мы напоминаем, что как Новый Год встретишь, так его и проведешь. И вот такой вот необычный Новый Год. Но зато с семьей вместе встретили необычное. мне вот часто приходится пора в деятельности встречать Новый Год в машине либо на площадке, потому что, как правило, это концерты, и не получается встретить дома. То есть, в лучшем случае, я сижу за столом 5 минут после боя курантов, скакиваю, уезжаю в худшем, я просто встречаю в дороге. Юля, вот расскажи, это же так тоже необычно встречать Новый Год на площадке. Ты получаешь должное количество эмоций, вот эту вот зарядку Нового Года. Тебе нравится это? Мне это нравится, потому что приходят люди, люди танцуют. Несколько лет назад мы встречали, была полиция еще с нами, потом она меня после концерта, они отвезли меня просто домой на своей машине, потому что настолько мы там путешествовали. А что полиция с вами делала? Они охраняли площадку, то есть, осталась я как отвечающий за звук и полиция, которую охраняли. Мы вместе так и встретили. Очень, ну, это всегда необычно, динамично, мне нравится. Наверное, это был самый безопасный твой год, потому что встретил его в кругу стражей порядка. Конечно, такой момент. Да, мы в предыдущем выпуске с вами выделились историями, как появляются подарочки под елочкой. Вопрос, кому что Дед Мороз в этом году принес под елочку? В этом году родители подарили мне поездку в Санкт-Петербург. Дед Мороз. Дед Мороз? Да. Извините. Дед Мороз услышал мои просьбы родителям и поездил в Санкт-Петербург с друзьями. Это по-настоящему отличный подарок. Я провел Новый год и с друзьями, и с родителями. Учил много отличных эмоций. про Деду Морозу. Ну, удалось зарядиться этими эмоциями? Разумеется. Самый петербург, извините. Самый красивый год мне. О, абсолютно согласна. Вик, а у тебя в этот Новый год что было под елочкой? В этот Новый год я получила наконец-таки свой долгожданный подарок, а именно новый телефон. Я его уже очень давно хотела. Я говорила об этом родителе. Мы также писали новогоднее письмо. Это у нас как традиция уже. письмо Деду Морозу. И он услышал мои пожелания, и на Новый год мне подарили новый телефон. А когда пишешь письмо Деду Морозу, адрес Великий Усип, да? Конечно. Великий Усип, если кто не знал, это родной город Дедушки Мороза. И там находится его главная резиденция. А мне на этот Новый год Дедушка Мороз подарил билеты в Красноярск с открытой даты, чтобы я в любой момент могла приехать к своим родителям, навестить их и побыть в Круглосуне. Я на этот Новый год нашел под елкой долгожданную мною книгу. Я очень люблю автора Брэдбери и очень давно хотел прочитать его книгу «Виной за дуванчиков». Я ее сейчас читаю, мне пока очень нравится, я очень доволен подарком. Это хорошо, книга лучший подарок. Да, книга лучший подарок. Далее в программе группа «Виной за дуанчиков» «Виной за дуанчиков» Диана — Но если если что-то после, не пойму И не знаю, что потом Не знаю, что потом Я опять бегу Не догоняй тот фантом В котором вместе мы Дети Тебя люблю, семь цифрами звонок, семь цифрами гудок, как не найти любовь мою. Мелодия и семенок, да не найти любовь мою. Крови легали я, никто не виноват, между нами что-то есть, что-то есть. Семь цифрами звонок, дай мне найти любовь мою. Запомни, но не вспоминай, Безмолвно в глубину взгляда память утопи. Вечность, и мне не успеть, как прежде, найти твоей любви не мой ответ. Не знаю, что потом, не знаю, что потом, я опять бегу. Не догоняй тот фантом, в котором вместе мы, где тебя люблю. Семь цифрами звонок, семь цифрами гудок, как не найти любовь мою. Мелодия и семенок, да не найти любовь мою. Крови легали я, никто не виноват, между нами что-то есть, что-то есть. Семь цифрами звонок, да не найти любовь мою. Семь цифрами звонок, как не найти любовь твою. Семь цифрами звонок, как не найти любовь твою. Семь цифрами звонок, семь цифрами гудок, как не найти любовь твою. Мелодия и семенок, да не найти любовь твою, твою, твою. Крови легали я, никто не виноват, между нами что-то есть, что-то есть. Семь цифрами звонок, да не найти любовь мою. Друзья, мы с вами очень много раз говорили, что Новый год это что-то новое, это что-то с чистого листа. Да, и вопрос новый, вопрос к вам. У кого какие планы на этот год, может быть цели, мечты? Некоторые загадывают желания в новогоднюю ночь и ставят цель, которую надо реализовать. И у кого какие? Ну, допустим, ты сказал про то, что начать что-то с чистого листа. Вот я хочу лично перезапуститься в творческом процессе, чтобы сделать что-то новое, сделать что-то действительно стоящее. И мы с нашей командой операторов хотим заснять зимний музыкальный вечер, в котором мы соберем многих-многих артистов из нашего Ленинского городского округа. И каждый может там выступить, если кто хочет, пишите нам на нашу почту в фокусе свои заявки. Также мы принимаем заявки и выпуски дальнейшей передачи в фокусе, поэтому всех ждем. И готовлю альбом свой новый, который войдет, по крайней мере, 7-8 песенок. А ты говоришь, перезапуститься. Это как? Что это? Или это секрет? Ну, я не думаю, что это секрет, просто у меня сейчас есть определенный какой-то стиль музыки, стиль аранжировок моих треков. Я хочу что-то сделать необычное, что-то совершенно попробовать, тот стиль, в котором я еще не работал. То есть все привыкли меня видеть в... В новом хочется что-то новое. Да. Миша будет читать рэп. Кстати, возможно, почему нет? Сажать. У нас как у людей творческих, да, планы так или иначе связаны всегда с творчеством, потому что я тоже хочу выпустить наконец-то новый альбом. Первый был написан на самоизоляции. 20-й год. Я просто надеюсь, что год будет успокойнее и как-то у меня найдется время, все-таки возможность доделать, дописать. Также мы делаем мюзикл с творческой студией «Гармония». Это «Дом культуры видная». Ну, это даже не мюзикл, это рок-опера. Музыку написал наш видовский композит Рачевский Михаил Давидович. И называется она «Мастер и Маргарита». И у меня тоже ожидания от этого проекта большие, потому что очень много сейчас сил туда вкладывается. И очень много людей задействованы. Я делаю аранжировки сейчас и надеюсь, что из этого получится действительно что-то такое стоящее, что можно будет потом показывать на уровне не только в нашем районе, но и в Москве. Будете быстро, верно? Да, почему только и нет. Почему надо ограничивать только Москвой? Ну, ребята, и так и странно. Широка страна, моя родная. Да, это правильно. Ну, у меня планы такие творческие. Учеба, еще учеба, много учебы и жмите полирную учебу. Учеба, учеба. Градиозный план. И у меня точно такие же планы. Я хочу начать больше уделять времени учебе и также саморазвитию. Мне бы хотя бы сдать экзамены за девятый класс. А почему хотя бы? Ты же хорошо учишься. Ну, как-то все равно какое-то волнительное присутствие. А ты собираешься уходить после девятого и останешься? Нет. Мне еще до одиннадцатого. Еще до одиннадцатого. Еще в одиннадцатом экзамен сдавать. Мне еще до одиннадцатого. То есть, главная твоя цель сдать. Да. Ну, мне кажется, у тебя не будет проблем. Все получится. Все, мы уверены, что у тебя все получится. Вспомним энтузиазмом. Вспомним песню, все будет хорошо. Если будут проблемы, звони. Все решим. Да, мы все решим. Веней не оставим. А я согласна с Мишей. Новый год – это новые возможности. В то же время я согласна с Викой. Саморазвитие – это тоже очень важно. Я бы хотела выучить французский язык. Я очень давно иду к этой цели. Мне он тоже очень нравится. Это действительно здорово. Изучать языки. Это хорошо развивает мозг. И это очень, правда, полезно. Еще я бы хотела попробовать себя в какой-нибудь новой профессиональной деятельности. Потому что самолеты – это, конечно, все очень хорошо. Но хотелось бы что-нибудь другое. Например? Посмотрим. Кирилл, какие планы у вас? Не будем загадывать. Какие планы у вас? Какие планы на Новый год? На Новый год? Не знаю. Я всегда говорю. Ответ на этот вопрос – просто выспаться. Хочу высыпаться в этом году. Хочу больше отдыхать, больше путешествовать. Больше видеть, находить что-то новое. Что-то интересное. Больше творить. Всего больше. И больше только хорошего. И еще, 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 еще больше, больше, больше. Но главное – выспаться. Главное – выспаться, да. Чтобы на все это больше хватало времени. Кстати, а какие планы насчет нашей программы? Какие планы? Мне кажется, они для всех одинаковые, эти планы. Разумеется, как-то развиваться. Находить какие-то новые фишки. И новые темы, новые рубрики придумывать для вас, дорогие телезрители. Звать, да, на интервью. Как можно больше нового и интересного делать контента. И чтобы зритель прибавлялся, не скучал. И чтобы вам, дорогие друзья, нравился наш контент. А планы? План наполеоновский. Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш первый в этом году январский выпуск. Мы надеемся, что, дорогие друзья, вы провели с пользой эти новогодние каникулы. Провели время с семьей. Покатались на коньках, на лыжах. В общем, мы надеемся, что вы отдохнули. А мы на этом с вами прощаемся. И до встречи в следующем февральском выпуске ровно через месяц. Редактор субтитров А.Семкин.